Мне, если честно, с последнего понравился фильм «Текст». А так я ничего больше не могу сказать, чтобы мне очень понравился фильм. «Белая солнца пустыни» написано. «Джентльмин удочек». Для меня самый такой интересный фильм – это «Кинзадзад». Не знаю, не смотрю кино в основном. «Пол жив». Наверное, «Остров». Я так давно не смотрела российские фильмы, что даже сложно вам ответить. Пожалуй, не отвечу. «Белая солнца пустыни». Космонавты смотрят, когда в космос полетает, и этот фильм смотрят всегда. Старый советский фильм, хорошо поставленный. «Сибирский цирюльник». Мне очень нравится. Там очень благородные офицеры. Сейчас, к сожалению, а может не к сожалению, а сейчас очень тоже культура растет наших людей. Даже по городам видно, мы ездим, видим, что везде красота, чистота. Люди делают новое строительство, новые какие-то интересные скульптуры. То есть, я думаю, скоро перегоним всю Европу, весь мир. Фильм, последний, который я посмотрел российским, названием сейчас вспомнится. Последний «Богаторь» – вторая часть. Очень прикольный. «Советские фильмы, конечно, наиболее интересные, но они более глубокие. И игра артистов наиболее интересная. И, наверное, то, что артисты многие прошли войну, они сыграли удивительно просто. Такой фильм, как «Они сражались за Родину», это фильм, я считаю, фильм века. Фильм очень интересный. И молодому поколению я рекомендую обязательно его просмотреть, если не было возможности. Из российских фильмов тоже есть неплохие. Но вот так назвать, чтобы это был какой-то топовый фильм, который бы хотелось еще и еще раз посмотреть, нет. Включение итальянцев в России. А мне «Москва слезам не верит». Пожалуй, «Легенда новых 17». У меня мало времени смотреть фильмы, но моим любимым, наверное, фильмом является «О зоре здесь тихий». Это всегда период мая, когда по Первому каналу показывают этот прекрасный черно-белый фильм. И также переснята сейчас реплика. Ну, может быть, является немножко худший оригинал, но все-таки оригинал – это советский период.